Это продолжение нашумевшего видео про моду по-французски на моем канале. Ссылку на первое видео вы найдете в описании. И после того, как я сняла это видео, случилось так, что я действительно снова съездила в Париж. И своими глазами увидела, что все мною сказанное ранее правда. Я старалась снимать француженок на улице, проходящих мимо меня, но поездка носила не репортажный, а скорее туристический характер, и камера не работала 24 на 7, поэтому видеоматериалы, где француженки проходили мимо меня, я посчитала позже неудачными. И, кстати, на моем канале также есть видео с той поездки, где влог смонтирован вообще без слов, чтобы насладиться звуками Парижа. Ссылку на это видео вы также найдете в описании. Всем привет! С вами Юля, я дизайнер бренда Julia F. И сегодня я постараюсь вам показать видео реальных француженок с улиц Парижа, которых видела лично я. Также мы еще раз поговорим о том, что такое мода по-французски, и попробуем расставить все точки над «и». Посещая Париж, все понимают, что он чересчур туристический, но когда дело доходит до, в контексте нашего видео, описания, как же выглядит парижанка, диванные критики, которые живут там 30 лет или путешествовали накануне, начинают описывать всех девушек, и приезжих из Америки, и европейских, и славянских, и азиатских, и всяких других. Почему так происходит? Почему на вопросе проанализировать вид француженки ломается народная принадлежность, и под анализ попадают все, которые являются девушками. Тут либо вы живете или учитесь, и у вас такой круг общения, либо у вас просто нету насмотренности, и это ни в коем случае неплохо, просто это качество нужно в себе развивать. Вот просто как человек, который не имеет слуха и не умеет петь, может дать реальную оценку мелодии или песни? Ну, вы понимаете. Осенью 22-го года я ездила в Париж, и в этот раз мы с мужем больше проводили времени в местах для местных, нежели в туристических, и ходили по музеям. И в эту поездку я еще больше пропиталась духом любимого города. Безусловно, не все так радужно, от запахов до нищеты, но такие моменты никогда не вызывают эстетического наслаждения. Они есть абсолютно в каждом городе, и неудивительно, что в огромнейшем и стариннейшем городе Парижа их гораздо больше. Как гласит статистика, в Париже на 2,2 миллиона местных жителей приходится 18 миллионов приезжих, что ежегодно увеличивает численность населения на 704%. Как тут не запутаться? Итак, перед тем, как продолжить просмотр этого видео, поставьте ему лайк. Я вам предлагаю посмотреть мое предыдущее видео, в котором я очень подробно обсуждаю французский стиль, и уже потом возвращайтесь снова сюда. Заранее извиняюсь за корявые кадры. В общем, то, на что я обратила свое внимание, это сумки. Парижанки часто ходили с сумочкой в руке или через плечо, часто очень маленького размера, который подходит их образу, и на плече всегда шоппер. Я понимаю, что это для удобства, но почему и когда появилась такая тенденция, я пока что еще не выяснила, но будет чем заняться в следующую поездку. В кадре женщина как раз с сумкой и шоппером. Одета она аккуратно, волосы собраны, и видны массивные серьги. Я не буду сейчас обсуждать цвет ее ботинок, у всех вкус разный, но то, что это не туристка, видно сразу. Почему? Потому что позади нее шла я, туристка, одетая по-французски, туристически, с маленькой сумочкой без шоппера, чтобы можно было сделать фото здесь и сейчас, в красивом месте, в красивой одежде. Но есть еще и другой тип туристов. Мы только посмотреть приехали, они часто одеты очень просто, скромно, удобно, с рюкзаком, куда удобно помещается еда, бутылочка с водой. Такие туристы фотографируются только на фоне достопримечательностей, и часто вот так. Тут же женщина идет одна, и одета она элегантно. Еще я снимала достаточно продолжительное видео, когда зашла в кафе, в кадр попадал огромный поток людей, и как же среди этих девушек и женщин выявить француженку? Вот, кажется, француженка пошла, потому что она одна идет. Эта женщина легко может жить в Париже, но она точно не француженка. Посмотрите, идут девушки, можно сказать, французская молодежь, но в кадр после попадает женщина, затем еще одна, и по ним сразу видно, они не француженки, это может быть большая путешествующая семья, из Греции, например. А вот идет девушка одна, без туристических особенностей, непонятно, француженка ли она, вдруг она тут учится, тут не угадаешь, но в руке она что-то несет, что-то похожее на кассовый аппарат, вдруг она тут работает, если это так, то эта француженка 100%. Кадр немного трясется, но, надеюсь, не страшно. Смотрите, подъезжает машина, такси в Париже дорогой, тут даже еще и не такси, оп, машина останавливается, и из нее выходит женщина, а после и девушка. Посмотрите внимательно, как они одеты. Я специально не объясняю, да тошно все нюансы, а даю вам самим это увидеть и проанализировать. Надеюсь, у меня это получается. Взрослая пара идут с котом, вряд ли это безбашенные туристы, которые жить не могут без своего кота. Такое тоже бывает, у меня такие знакомые есть, но в данном случае 90% вероятности это французы. И посмотрите, как они выглядят. Идут женщины с мальчиком, а позади мужчина. Они одеты опрятно, аккуратно, и на голове у женщины укладка. Явный признак того, что ребята здесь не на неделю приехали. Не будут туристы делать укладку. И снова, посмотрите сами, как одеты эти люди. Я не говорю про тренды или про вещи от кутюр, а про общее впечатление от вида французских женщин. А мы тем временем передвигаемся на марсово поле. Увы, пока камера включилась, женщины прошли, и бежать и тыкать им в лицо объективом я не хотела, но даже со спины. Одна дама в элегантной шляпе, другая с укладкой, одеты со вкусом и комфортно для прогулки. Обе с платками. Тут я уже успела включить камеру пораньше. Складывается ли у вас вообще впечатление, что это дама-турист? Как-то не очень, да? А как она одета? Обалдеть! В руке пакет от Массимо Дути. Стиль в одежде молодежный, манжеты торчат. Хочется рассматривать. Передвигаясь по улочкам, натыкаемся на молодую девушку, которая выгуливает свою собаку. Тут очевидно, что она не просто приезжая студентка. Это реальная француженка. Давайте остановим кадр и посмотрим, как одета молодая парижанка. К сожалению, в Париже мало мест для счастливого собачьего выгула, увы. Но вот хозяйка снова одета лаконично, уместно и от этого по-французски. Сейчас будет самый удачный кадр в охоте за французами, на мой взгляд. В общем, мы с мужем увидели одну пару, явно французскую, и решили пойти за ними, изменив собственный маршрут. И я хотела их заснять хотя бы со спины. И каково было мое удивление, когда пара передумала и возвращается и идет обратно на нас, в нашу сторону. В общем, видео нужно смотреть со звуком. А теперь отмотаем назад и поставим на паузу. Стильно одеты, правда? Весьма. Мы с мужем все же пошли дальше, к Тюнри, и я стараюсь снять женщину, идущую передо мной. Как я говорила, с сумочкой и шопером ставим на паузу. Обратите внимание на качество и цвет брюк, на фурнитуру сумочки, цвет колготок, не телесный, как носит чаще славянки, жилетка стильная, укладка. Под моим предыдущим видео знатоки писали, что там за 20, сколько-то там, еще лет, они ни разу не видели француженок с ухоженными ногтями, с хорошим маникюром, педикюром, но на мои вопросы, где они проживают или где они работают, они не отвечали. Но глядя даже со спины вот на эту женщину, сложно представить, что у нее ужасные ногти. В этом видео в кадр попала еще и молодая девушка. Сложно сказать, француженка, она или приезжая, учащаяся. С молодыми всегда сложнее, но даже если она приезжая, учащаяся, то девушки часто стараются сливаться с француженками, одеваясь так же. Это не броская, комфортная, не вычурная одежда из качественного материала, благородных цветов. Это видео больше о сумочке и шопере, но давайте и тут обратим внимание на брюки, обувь. Люксембургский сад. Муж в кадре запускает квадрокоптер и слева идут две подруги. Не спеша, не смотрят по сторонам, ибо все им тут знакомо давным-давно. Француженки. Смотрим. Сумки, обувь, укладка, цвета в одежде. Успех. И взрослые, и молодые в одном кадре. У женщины маникюр белого или молочного цвета. На поднятой руке видно, что это все-таки маникюр, а не просто ногти. Ее стиль слегка не по возрасту, слишком молодежно обтягивающие джинсы, но почему бы и нет, если есть фигура и желание. Прическа, макияж, все натурально. А вот две девушки помоложе. Приглядитесь к длине волос, их цвету. Макияж также натуральный, не вечерний. У девушки в кепке твидовый пиджак. Перемотать назад это видео, слева туристы. Посмотрите на визуальное качество их одежды. Быстрый масс-маркет, сочетаемость принтов несочетаемая. И снова взгляните на этих девушек. Думаю, разница очевидна. Эти ребята на своей родине тоже могут ходить в более качественных, дорогих вещах, но именно в этом кадре они прям явно выбиваются из французов. Какие кроссовки у этой женщины! Кожаные брюки, пальто, сумка, укладка, очки в роговой оправе. Цвета на ногтях нет, натуральный маникюр, так выглядящая женщина как-то не ассоциируется с отсутствием маникюра. Еще две взрослые француженки. Есть вопросы к их стилю, но о вкусах не спорят. Однако, точечно. Их прическа, обувь, качество одежды и предпочтительные цвета, макияж. Все максимально натурально и естественно. Сумка Гессу взрослой дамы говорит нам все же о том, что француженки отдают предпочтение более дорогим и качественным сумкам и обуви. Хотя, качество Сума Гесс спорное, если это не натуральная кожа. Опять, ставим на паузу, разглядываем. Укладка, маникюр, макияж, качество одежды, цвета, колготки. Посмотрите, какие стильные колготки. Сочетать их в образе очень смело. Тут я стараюсь не тыкать камерой в лицо, но у меня плохо выходит, поэтому кадр немножко трясется. Молодые француженки очень просто, но супер элегантно. Проанализируйте их длину волос, макияж, цвет маникюра. И вот взрослая дама еще в кадр попадает. Смотрите, анализируйте. И последнее на сегодня видео. Стиль, прическа, украшения. Еще за время нашей поездки вместе с нами в метро ехало две француженки. Они стояли рядом со мной, поэтому я не могла их снять, потому что было бы очевидно, что я снимаю именно их. Я старалась меньше моргать, чтобы подольше на них посмотреть. У них была безумно идеальная кожа лица, минимальный естественный макияж, одеты были стильно, но в очень скромных оттенках, однако бренды были далеко не из дешевых. Волосы были собраны в конский хвост. И я, конечно, не страдаю низкой самооценкой, но находясь с ними, я почувствовала себя немножко неловко, такими они были идеальными, на мой взгляд. Вообще, стильно и красиво это субъективное мнение смотрящего, однако французский стиль, как итальянский, украинский, русский, азиатский и любой другой, какой угодно, складывается годами. Это и место рождения человека, где дает свое влияние история рода в частности и история страны в целом, и менталитет, и образ жизни. Французский стиль элегантный, натуральный, француженки больше отдают предпочтение заботе своей внутренней красоте, нежели внешней нарисованной декоративной косметикой. И вы можете со мной быть сколько угодно несогласными, но если это так, кроме своего предыдущего видео, я вам предлагаю посмотреть серию роликов блогера Нежный редактор. Там девушка ездила в Париж и брала интервью у француженок. Ссылки на эти видео я также прикреплю в описании, чтобы вы не затруднялись поисками. И прежде чем писать мне, давно ли я была в Париже, давайте вы попробуйте расширить свои личные горизонты, если вы не видите того, что у вас происходит под носом, говоря, что вы живете там уже очень много лет. На этом мой выпуск подходит к концу, не думала я вообще, что он состоится, но, как видите, всем хорошего настроения, весны в душе и пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok